Внимание жителей, будьте бдительны, это вор-домушник. Уважаемые жители Отрадного, будьте бдительны, по району ходят домушники и проверяют, кто есть дома. Чи знали вы, что в Киеве щодину обкрадают квартиры, а деякие из них и не один раз? Месяц их в районе 700-720. В летний период во время праздника количество квартирных краш увеличивается на 10-15%. На пульт охраны компании «Шериф» ежедневно поступает в районе 300 сигналов тревоги, ежедневно группы реагирования совершают в районе 150 боевых выездов. И 10% из этих выездов там, где требуется действительно вмешательство группы. Але чому ж саме вашу квартиру можуть обрати для крадіжки? Зазвичай крадія приваблюють металопластиковые вікна та кондиционеры. А мешканцям цієї квартири слід було б встановити залізную решетку, адже газова труба під вікном – сходинка до квартири. На каждую квартиру есть свой вор. На серьезные квартиры, где серьезные двери, семью и досудовные замки, есть серьезные подготовленные домашники. На даже обровые квартиры в гостинках. Але все ж таки выбрати більш надейні замки – лайфхак не найгірший. Больше надежными считаются цилиндры хорошей сложности. Они гораздо выигрывают у замков сувального типа, потому что, скажем, сложность такого замка, она значительно уступает замку с цилиндром. Замки, в которых применяется данный вид ключа, они несколько проще, чем, скажем, ключи, которые идут к цилиндрам. Вот этот из просечек, скажем, ключей открывается довольно просто. Особных навыков не надо. И опять же, очень просто сломать его просто молотком. Якісний замок коштує в районі 5 тысяч гривень. Ціна кусается. Проте все ж краще відмовитесь від китайских замків та обрати турецькие. А как щодо дверей? Дверь должна иметь жесткий конструктив. Дверь должна быть хорошо установлена в проем дверей. Обязательно наличие антисрезов. Желательно крабовая работа замка, когда замок запирается в несколько плоскостей. Еще один вариант, как уберегать свои ценные вещи, это купить сейф. Встановить в нем датчик GPS и прикрутить сейф до какой-то поверхности, чтобы крадий не смог его вынести. Установка охраны сигнализации на сегодняшний день стоит в районе 5 тысяч гривен. Ежемесячная абонентская плата колеблется от 250 гривен до 600 гривен в месяц. Если в квартире установлена охрана сигнализация, вероятность кражи уменьшается на 99%. Да, 1% остается. Есть случаи, когда и в наши охраняемые квартиры прибирались воры. Но зачастую это бывало, когда вор сильно дерзкий. Вочевидь, сильно захвали крадий и обчистив квартиру киянки Наталі. Квартирные кражи происходят, особенно это случается в выходные дни, либо праздничные дни. Сами стали потерпевшими, оставили квартиру, уехали на пару дней, вернулись очень быстро, не состоялся наш отдых. Я навмисно приховую обличчя Наталі, адже... Буквально на днях стала свидетелем очень неприятной истории. Когда возвращалась домой, видела от подъезда к подъезду ходили подозрительные парни. Стоял мотоцикл. Я заметила, что они подходят к мотоциклу. Один подходит за мотоциклом, начинает просто укатывать. Второй спускается на площадку, достает из-под скамеек огромную спортивную сумку, большой огромный черный пакет, из которого четко проглядывались формы какой-то аппаратуры, техники. То есть это буквально в течение минуты все. Полиция ж приїхала через 20 хвилин після всього. Я вийшла, показала, рассказала, говорю, в аптеку заходила, может там фото или как. На что мне ответили, что ну, сейчас поедем по району, прокатимся, посмотрим. Все, и тишина. Тож, нічого не залишається, як пильнувати самим. И ось деталі, на які слід звернути увагу. Не раз замечали, они вставляют в дверь рекламу, либо спички. Обычно рекламодатели, они свои листовки разбрасывают по ящикам, но ни в коем случае они не ходят по этажам. И вот, когда у нас у соседей случилось взлом квартир, то рекламки валялись на полу, они просто их не забрали. Да, вори устанавливают метки, чтобы убедиться, что действительно жители этой квартиры уехали в отпуск, и их долгое время нет. Тож, только ваша увага та пильність за підозрілими людьми може вас врятувати. И не жалейте грошей на безпеку своєї оселі, адже після крадіжки доведеться расплачувати ще больше.